В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Планы на будущее в Сарове обсудили стратегию развития Нижегородской области. Новые технологии московские специалисты поделились приемами ремонта дорожного покрытия. Высший балл ученица 14-й школы получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Далее расскажем обо всем подробно. Стратегия развития Нижегородской области на ближайшие 17 лет – это не просто заявление о намерениях. Для региональных властей это своеобразная навигационная карта, на которой отмечены основные направления работы. Поэтому ее обсуждение проходит в рамках диалога с обществом. Сессии стратегического планирования намечены почти в полусотне муниципалитетов области. В каждой принимают участие чиновники, бизнесмены, учителя и врачи, промышленники и инвесторы. Все те, у кого сегодня есть смелые идеи и готовность к реализации инновационных проектов. К обсуждению ключевого для региона документа подключился и Саров. К 2035 году жить в современном и комфортном регионе, где учтены все потребности человека. Это главная цель представленного проекта «Стратегии развития Нижегородской области». В декабре прошлого года по инициативе главы региона Глеба Никитина началась разработка документа. В его формировании приняли участие более 400 экспертов из различных отраслей экономики и социальной сферы. В «Стратегии» прописаны как глобальные цели развития области, так и конкретные показатели, которые следует поэтапно достичь в процессе ее реализации. На этом этапе профессионалы свое предложение, свою работу закончили. А теперь дело, по сути, за нами, за гражданами Нижегородской области. Активно включиться в обсуждение как раз этого продукта, который у нас получается. В основу проекта «Стратегии» легли майские указы президента. Документ также основан на анализе текущей ситуации в регионе. Общественное обсуждение «Стратегии» проходит во многих муниципалитетах области. В Сарове сессия стратегического планирования продлится два дня. Эксперты, представители властей бизнеса, образования, медицины, социальной и духовной сферы на рабочих группах обсудят существующие в городе проблемы, мешающие стабильному социально-экономическому росту. И вместе выработают пути решения, которые затем войдут в Нижегородскую стратегию. Несмотря на то, что задача, которую мы будем решать сегодня и завтра, вполне себе предметна, серьезна, ответственна. Тем не менее, я сегодня, выступая в роли модератора, постараюсь сделать работу интересной, дискуссии предметными, живыми, так, чтобы мы с вами могли сегодня высказать все то и договориться обо всем том, о чем обычно в кабинетах договариваться довольно трудно. Результаты дискуссии и обсуждений будут озвучены в пятницу, 29 июня, на заключительном пленарном заседании, в котором примут участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и исполняющий обязанности вице-губернатора области Евгений Илюлин. Об итогах сессии стратегического планирования в Сарове мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. В Молодежном центре прошел торжественный прием активистов общественных объединений. Почетные грамоты и памятные подарки вручали глава администрации, представители Думы и специалисты Департамента по делам молодежи и спорта. За проделанную в течение года работу наградили 25 саровчан, которые имеют активную жизненную позицию и развивают социально важные направления для нашего города. Волонтеры, преподаватели, старшие вожаты, активисты студии аниматоров, клуб автосоров, профком ядерного центра. В преддверии Дня молодежи почетными грамотами администрации города и Департамента по делам молодежи и спорта наградили тех, кто внес большой вклад в реализацию молодежной политики Сарова и стали лучшими в своем деле. Не только молодые, но вы очень деятельные, вы замечательные, вы самые лучшие. И именно поэтому Саров по молодежной политике и по молодежке первый в области. По всем направлениям я вас с этим поздравляю. С сентября по май Артем Беловин принял участие в десятках мероприятий. Различные слеты, заседания Детской палаты «Галактика», практикум, семинар «Стратегия будущего». И несмотря на активную внеурочную жизнь, Артему успешно удается совмещать регулярные репетиции с учебой. Мне очень приятно, что я был одним из тех, из немногих, кого отметили по итогам учебного года. Меня так воспитали, воспитали родители, воспитали учителя в школе, то, что нельзя отсиживаться на одном месте, нужно делать, нужно говорить, нужно показывать пример всем другим людям. Практически всех ребят, которых награждали в этот вечер, можно увидеть на любом городском празднике. Саровская молодежь активно включается во все мероприятия. Об этом не понаслышке знают и в правкоме ядерного центра. Молодежь – двигатель современного прогресса, без нее никуда. Молодежь организует и проводит передовые мероприятия, всегда ищет что-то новое и не останавливается на достигнутом. Всего грамотными и памятными подарками наградили 25 активистов города. Весь вечер в адрес ребят звучали слова благодарности за интересные идеи, реализованные проекты и серьезный подход к делам. Мария Руньч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. В июле в российском законодательстве произойдет ряд изменений. С 1 числа расширится круг организаций и индивидуальных предпринимателей, которые должны обязательно использовать в своей деятельности кассы. Кредитные организации будут обязаны использовать только национальную платежную карту МИР для выплаты зарплаты работникам государственных и муниципальных органов и учреждений. На дорогах появятся новые знаки – зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств и грузовых автомобилей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С середины июля домашние животные смогут ездить в поездах дальнего следования без хозяев. Как сообщили в пресс-службе компании РЖД, на первых порах проект будет работать в пилотном режиме на 13 маршрутах. Животные будут ехать в клетках в багажных купе. Билет на поезд для кошек, собак, птиц, хомяков и других животных будет стоить от 730 рублей. Уже через несколько месяцев в парке культуры и отдыха имени Зернова появится новая детская площадка. Сейчас городская администрация завершает подготовку конкурса по выбору застройщика. Новая игровая площадка будет состоять из четырех зон для детей разных возрастов. Особое внимание в муниципалитете планируют уделить сохранению существующих и высадке новых зеленых насаждений. Новую детскую площадку в парке планируют построить уже к сентябрю. Общая стоимость проекта составит порядка 20 миллионов рублей. До конца октября в Сарове отремонтируют 26 дорог. Контракт на выполнение соответствующих работ опубликован на сайте госзакупок. Дорожное покрытие обновят на улицах Победы, Садовой, Западной и других. Полный перечень дорог, которые будут ремонтировать, опубликован на сайте sarov24.ru. Помимо дорожного, палатные рабочие переведут в порядок лестничные спуски и водоотводные системы. Ремонт трещин в асфальто-бетонном покрытии городских дорог и ям любой глубины, возможно, совсем скоро будет проходить с минимальными финансовыми затратами и временем перекрытия проезжей части. В наш город приехали специалисты московской компании, чтобы показать на практике новые способы ремонта дорожного покрытия. О том, как прошла презентация современных приемов, расскажем в следующем репортаже. На пересечении улиц Дзержинского и Репина наконец-то заделали ямы. Несколько лет выезжая на этот перекресток, жителям приходилось в буквальном смысле искать пути для объезда. Презентацию новейших технологий ямочного ремонта продемонстрировали московские дорожники. Они показали сразу несколько способов ремонта. Первый – это санация трещин. Необходимо трещину разделать правильно, правильным оборудованием. Необходимо залить в нее хорошую мастику. Нужно для этого сделать так, чтобы у вас был обученный персонал и хорошая погода. По мнению московских специалистов, этого достаточно, чтобы трещины на дорогах не подвергались влиянию окружающей среды, автомобильной активности, а участок, отремонтированный таким образом, эксплуатировался без вмешательства со стороны дорожных служб еще лет 10. Второй показанный способ позволяет без использования фрезы закрывать дефекты в асфальте, предварительно нагрев края существующей ямы. Мы предлагаем разогреть это место над вот этой образовавшейся ямкой, положить туда асфальт и бетон ровно столько, сколько вот ему нужно и не больше. И потом все это перемешать просто, ну условно граблями или еще чем-то и уплотнить. По словам гостей нашего города, этот метод борьбы с ямами на дорогах несет в себе множество плюсов. Уменьшается количество материала, необходимого для ремонта, а соответственно уменьшается итоговая стоимость всех работ. У таких ям отсутствуют стыковочные швы, что увеличивает износа стойкость отремонтированного участка. Сокращается количество времени, необходимого для проведения всех работ. На ремонт одной ямы у специалистов уходит около 15 минут. За час мы можем сделать там 4 квадратных метра. За смену, ой, ну да, 8-часовую, это уже получается 4 на 8, уже 32 квадратных метра. Но эти 32 квадратных метра, это очень дешево, во-первых. Во-вторых, это под ключ. Презентация, по мнению собравшихся, прошла успешно. Специалисты наглядно продемонстрировали работоспособность своих технологий, а местные жители избавились от надоевших ям на выезде из двора. А вот пойдут ли эти технологии в работу в Сарове, узнаем совсем скоро. Кирилл Васинин, Арсений Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Сдавать единый госэкзаменом школьникам предстоит до 2 июля, но основной этап уже завершился, и известны результаты первых шести предметов. В нашем городе уже есть 8 выпускников, получивших за ЕГЭ высший балл. По традиции, среди стобальников – ребята из старой гимназии и 15-го лицея. Лучших результатов в испытаниях по русскому языку добилась и ученица 14-й школы. О ее любви к правописанию и планах на будущее расскажем далее. Дарья Емельянова – отличница с начальной школы, но перед ЕГЭ все равно волновалась. За три часа ей и ее одноклассникам предстояло пройти тесты, в которых необходимо продемонстрировать свой уровень знаний по грамматике, орфографии и лексическим нормам. С этими заданиями девушка справилась с легкостью, а вот с текстом сочинение оказалось сложнее. Когда я прочитала текст, я на секунду запаниковала, что я не могу подобрать аргументы сразу. Но после, наверное, пятого прочтения этого текста и еще минут пять просто сидеть, подумать, я все подобрала и все сделала. Это вот единственная сложность, которая была. Дарья признается, что 100 баллов по русскому языку – результат для нее вполне ожидаемый. К этому предмету девушка готовилась особенно старательно, как и к экзамену по английскому языку. В планах у Даши стать переводчиком. Я хочу поступить в Лингвистический университет имени Добролюбова в Нижнем Новгороде, так как мне просто удобнее именно в этот город ехать. Но если так получится, что и остальные экзамены у меня будут довольно хорошо сданы, я попытаюсь поступить в Санкт-Петербургский УЗ. Всего в этом году 100 баллов за ЕГЭ набрали пока 8 саровских выпускников. Из них четверо по русскому языку. Проект по поддержке городских писателей продолжает свою работу. В Доме книги прошла презентация сборника стихотворений «Женское счастье», автором которого стала участница литературного объединения «Радуга» поэтесса Марина Копкина. В рамках презентации любой желающий смог пообщаться с автором, а также приобрести книгу из первого ограниченного тиража издания. Как пишутся стихи? Где взять вдохновение? На эти и многие другие вопросы ответила на презентации своей книги Марина Копкина. Поэтесса признала, что творческий процесс нелегок, но за количеством она не гонится и терпеливо подыскивает удачные метафоры и эпитеты к своим стихотворениям. Иногда, знаете, стих не складывается, отложишь его на неделю, потом ночью. Вот она. И вскакиваешь, быстро записываешь, потому что если не запишешь, это уйдет. В 14 лет Марина придумала последние сроки одного стихотворения и долгие 40 лет носила в себе эту задумку. Пока однажды не мелькнула искра. Все встало на свои места и родился стих. А иногда приходилось в буквальном смысле хватать вдохновения за хвост и тут же писать. Самое быстрое, наверное, это «Голубоглазый бес». Оно мне пришлось, за полчаса сложилось. Вот пришло просто в голову, да, и я стал развивать, развивать, развивать. Вот оно. «Женское счастье» Марина Копкина – это ее первая книга, написанная с легкой долей грусти, ностальгии и в то же время здорового чувства юмора. Именно это уникальное чувство баланса между серьезностью и юмором ценят в поэтессе ее друзья и соратники по литературному объединению. Она пишет в своем собственной манере, занимает уникальную нишу женской иронической поэзии. Вот женщин иронистов, их очень мало. И удержать вот эту тонкую грань иронии, не свалиться в сарказм, не свалиться в пошлость, не свалиться в какие-то бытовые вещи, очень-очень тяжело. И Марине это удается. Работа продолжается неспешно, но легко. В свойственной поэтессе манеры пишутся новые стихи о друзьях, мечтах, дружбе, о любви, о жизни. Елена Грецкого, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Не просто хобби, а настоящий азартный вид спорта. Федерация рыболовного спорта существует в Сарове чуть больше года. Но за это время спортсмены приняли участие уже в десятках соревнований различного уровня и не раз организовывали турниры в нашем городе. Саровчан вновь приглашает приобщиться к рыбной ловле. 15 июля пройдет кубок города по ловле донной удочкой. Соревнования по рыбной ловле в Сарове проводятся один раз в два месяца. В них состязаются мастера спорта, профессионалы и любители рыбалки. К каждому турниру организаторы подходят с особой ответственностью. Стараются сделать его на высшем уровне. Во-первых, это обмен опытом. Для людей это какое-то развлечение, это общение живое. Также можно детей позвать с собой. Также у нас и дети зачастую вместе со взрослыми приходят и так же ловят рыбу. И они также получают и призы. Всем участникам соревнований предстоит пройти в один день сразу два тура продолжительностью в три часа. Поймать как можно больше рыбы, после чего тщательно взвесить и подвести итог. Лучшим рыболовам присвоят спортивные разряды. Принять участие в соревнованиях сможет каждый желающий. Хотелось бы очень много. Чем больше, тем лучше. Больше народу, больше конкуренции. То есть, соответственно, это интереснее. Соревнования пройдут 15 июля на правом берегу реки Сатис. Сборы и регистрации участников проводятся на месте проведения турнира. Более подробную информацию можно получить в группе ВКонтакте Федерации рыболовного спорта в Сарове. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.